Официальная встреча представителя немецкой дипломатической миссии председателя Брестского облсполкома предварила большую и довольно насыщенную программу визита. Темы открытого диалога были разноплановыми, однако затрагивали они в своем большинстве те сферы, развитие которых сегодня перспективно и для Брестского региона, и для Германии. Во главе угла бесспорно оказались вопросы экономического сотрудничества, технологии развития взаимовыгодной торговли и создания совместных производств. Я надеюсь, что мы в дальнейшем будем развивать это, заинтересованы в том, чтобы бизнес, деловые круги Германии приходили сегодня к нам с технологиями, с оборудованием, с инвестициями. Мы всегда будем рады тому, чтобы сегодня работал германский капитал в институте Брестского облсполка, и создавать их условия. Конечно, многое уже сделано в этом направлении. Согласно цифрам статистики, 760 предприятий на Брещене работают с иностранным капиталом, треть из них с немецким. Однако диалог предполагает развитие отношений в двух направлениях. Брещане также заинтересованы в выходе на немецкий рынок со своей продукцией, которая, по мнению чрезвычайного и полномочного посла, ничем не уступает европейской. Открытым остается и вопрос культурного взаимодействия, налаживания туристического и образовательного сотрудничества. Поэтому развитие торгово-экономических отношений, создание серьезной площадки для развития социальной и культурной сфер – вот планы развития диалога на ближайшие несколько лет. Вы предложили хорошую идею. В течение двух лет мы давайте приложим все усилия, чтобы наши компании присутствовали на рынке операционной республики Германии. Я к этому приложу все усилия. Однако невозможно строить дальнейший политический и экономический курс, не беря во внимание перспективное направление развития каждой страны в отдельности. Поэтому для партнеров Брестского региона и Германии важны решения Пятого Всебелорусского народного собрания. На Всебелорусском народном собрании будет определяться курс на ближайшие пять лет в области социального и экономического развития. И для наших партнеров, партнеров Германии, которые обращаются к нам с вопросами, какова ситуация в вашей стране, как она развивается, очень важна эта информация. Для них это данные о так называемых рамочных условиях, в пределах которых мы можем строить сотрудничество и предлагать интересные проекты. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.